Здравствуйте! Моя старшая группа и уважаемые зрители! Сегодня мы с вами будем изучать пропорции лица, пропорции человеческой головы. Мы изучаем с детьми это на гипсовых головах, я делаю зарисовки, это обрубовка, это голова Венеры. Есть определенные пропорции при изображении головы, мы будем рисовать голову фаз, то есть прямо она смотрит на нас. И вот сейчас я вам буду показывать это на голове, уже сейчас могу показать, что есть такие пропорции, допустим, в греческой голове, что раз, два, три. И это мы сейчас будем делать на рисунке. На что похожа голова? Голова похожа по форме на яйцо, широкой частью вверх. Вот сейчас мы должны с вами нарисовать на бумаге форму головы, похожую на яйцо. И она должна быть, правая и левая часть, симметрична. И она должна быть, правая и левая часть, симметрична. Мы сделали форму яйца. Провели ось симметрии. Использовали эту ось симметрии направо и налево, откладывали равные отрезки. Теперь мы должны передать пропорции головы. Я уже это сделала. Вот я отделила корни волос и разбила высоту головы на три части. Раз, два. Вот два и три. Выведем их сюда. Вот они равные у нас отрезочки получаются. Я разделила голову на три части. Но вначале отделила место на волосы. Равные части. Раз, два, три. Продолжим шею. На вот этой цифре один, первая часть, у нас находятся брови. Это место, где будет располагаться нос. И это место, где будет располагаться рот. На середине головы приблизительно располагаются глаза. Вот где-то тут глаза. Так, брови. Расстояние между глазами равно длине глаза. То есть мы делим, отделяем, где у нас располагаются глаза в лице, и делим на три части. Глаза похожи на зерно. Расстояние. 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 У человека есть тонкое место, переносица, она располагается между глазами, вот самое тонкое место, где-то вот тут она располагается. Дальше идет спинка носа, окончание носа и ноздри небольшие. Вот они как раз, ширина носа, она как раз, можно ее соединить, но сравнить с длиной глаза, вот мы разделяли на раз, два, три, опять одна из частей, это как раз крылья носа, длина от одного крыла до другого. Губы, вот у нас осталась одна часть, мы разделяем на две части, и глаз, зрачки, опускаем перпендикуляры, и губы у нас располагаются выше этой серединки. Носогубная складочка образует нам верхнюю губу. мы должны решить, какое мы сейчас лицо делаем, женское или мужское. шею, пока оно еще никак не подчеркнуто. Давайте сделаем женское лицо. Шею делаем поуже, подлиннее плечи. уши. Уши равны расстоянию от бровей до корня носа, но у женщин они обычно поменьше. поэтому уши мы намечаем небольшие, вот сюда, раз. забыла сказать, что самые широкие точки у нас вот тут, где скулы, верхние вот эти точки. А там, где у нас располагаются глаза, там у нас лицо уже. поэтому тут мы делаем волосы какие-то. а там, где у нас располагаются глаза. и где у нас располагаются глаза. и где у нас располагаются глаза. Продолжение следует... Получилось лицо человека. Дальше вы можете этого человека в какой-то технике выполнить, например, цветными карандашами. Удачи! До следующих встреч!